Друзья, всем привет! Компания Apple еще в мае показала нам свои новые функции по части Apple Music И в том числе у нас там было пространственное аудио, Dolby Atmos и, конечно же, Lossless форматы Сегодня разберемся, как включить это не только на AirPods'ах Меня зовут Максим, вы на канале Demi's Launch, поехали! Давайте с вами сразу определимся, что я вам не расскажу какой-то секретный секрет Который вам поможет включить все функции на любых ваших наушниках за 100 рублей Нет, такого не будет, но я вам расскажу, как можно увеличить количество наушников, которые поддерживают некоторые функции Ну, традиционно, если ролик понравится, то с вас лайкусик и внизу на канал подписывайтесь, пожалуйста Потому что, смотрю, опять же, многие смотрят меня без подписки А для YouTube, для его алгоритмов это все очень важно Так поможете небольшому каналу развиваться, мне это будет приятно Ну и на колокол не забудьте нажать, чтобы классно ничего интересного не пропустить Итак, в этом ролике у нас будет фигурировать три параметра Первый это Lossless звук, второй это пространственный ауди И третий это Dolby Atmos И на нем мы остановимся чуть подробнее Давайте начнем с Lossless звука Это у нас высокое качество звучания Вы можете выставить его в настройках, настройки, музыка, качество звука И там выставляете для разных сетей, что вам удобно Но вы должны понимать, что на динамиках разницы большой не будет А на наушниках это вообще толком не будет работать Потому что там нужны специальные наушники по проводу А для Hi-Res Lossless там даже нужен ЦАП Естественно, те люди, у кого это есть, смогут это конкретно и нормально оценить Здесь неважно, какие у вас наушники, именно с точки зрения Airpods, не Airpods Там специальные аудиофильские вещи А дальше начинается самое интересное Пространственное аудио и Dolby Atmos Многие путают эти два понятия Но в действительности это несколько разные вещи Что такое Dolby Atmos? Это то самое стереозвучание, когда вы сидите и у вас как будто вокруг вас стереосцена разворачивается Ну знаете, как пример, вы в кинотеатре находитесь и вокруг вас разные звуки Вот это вот позволяет достичь Dolby Atmos Но что такое пространственное аудио или Spatial Audio, как оно на английском называется Это когда на этот Dolby Atmos наворачивают возможности Apple отслеживать трекинг вашей головы То есть вы одеваете Airpods и там у вас специальный чип W1, например Он отслеживает, как расположена ваша голова относительно устройства И когда вы крутите вашу голову, то звук у вас изменяется относительно устройства Как вы понимаете, эту функцию нигде, кроме как Airpods'ов или Bits'ов с чипом Не настроить не получится Потому что за это отвечает тот самый чип, то есть железяка И эмулировать ее как-то это уж извините А вот послушать объемное стереозвучание в виде Dolby Atmos Можно практически на любых наушников, но немногие об этом знают Чтобы нам это послушать, нам нужно перейти все в те же настройки Там зайти музыка и там прям есть такой пункт Dolby Atmos По умолчанию там стоит автоматически И это значит, что он будет работать только на Airpods'ах Но если вы выберете пункт всегда включить То он вам, во-первых, сначала такое диалоговое окно выдаст с предупреждением Вы нажмете да, он там предупреждает, что звук музыки может несколько измениться И тогда вот этот объемный звук Dolby Atmos появится у вас на всех наушниках Я послушал на своих вот этих вот Sony 1000X Mark III у меня И я вам скажу, что это действительно работает То есть на них мне удалось это все запустить И да, я слышу, что звук стал более объемным Нравится ли мне это? Ну, сложно сказать Он стал несколько потише, потому что появилась разбивка на каналы Там какой-то звук повыше, какой-то пониже, где-то сзади, где-то сбоку Но я бы не сказал, что это киллер фича Вы можете попробовать сделать это на ваших наушниках Единственное, здесь я вам не смогу точно дать гарантии Что какие-нибудь ваши наушники будут работать или не будут работать В идеале, опять же, как это все описывает Apple У вас должны быть большие накладные наушники То есть лучше всего Dolby Atmos достигает себя, например, в AirPods Max Или, опять же, вот в таких же Sony, которые вы вот так берете и надеваете сверху на себя То есть если вы воспользуетесь какими-нибудь затычками или вкладышами Естественно, эффект у вас будет, ну, чуть более сомнительным В затычках еще, наверное, хоть как-то можно услышать будет, особенно если какие-нибудь дорогие Sony А вот именно просто во вкладышах я сомневаюсь, что вы сильно сможете что-то понять Тем не менее, попробуйте обязательно это сделать Может быть, вам такое звучание музыки понравится больше И заодно напишите, поддерживают ли ваши наушники это Слышите ли вы эту разницу Мне будет очень интересно почитать, с вами подискутировать Вот там в комментариях отпишитесь, пожалуйста Ну и надеюсь, что мне удалось нести для вас некоторую ясность По поводу того, что Special Audio пространственное аудио Это не то же самое, что Dolby Atmos Что одно можно включить, другое нельзя Включить ввиду конструкции И вообще, что, в принципе, вы можете практически на любые наушники Dolby Atmos себе завести Если ролик понравился, как и говорил, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх Мне это будет очень приятно Ну и внизу, опять же, говорю, подписывайтесь на канал Жмите на колокол, вам не сложно, мне приятно И вообще позволяет каналу это все, конечно же, очень сильно развиваться Но пока мы продолжаем немножко терпеть жару Я думаю, по мне, видно, что у нас в помещении очень жарко Мне еще приходится закрывать окна Включать свет, он тоже все нагревает Поэтому как-то приходится справляться Даже подстригся ради этого Но это все, конечно же, лирика А мы с вами увидимся в следующем ролике А пока вы его ждете, можно вот эти два видео посмотреть Подобран для вас специально много лет на YouTube Зацените, если не видели, вот все, как-нибудь жмите, чтобы подписаться на канал Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok